Всем привет! Как вы, наверное, знаете, Apple недавно выпустил новые MacBook'и на ARM-процессорах собственного производства, а вот Microsoft перешел на ARM еще в прошлом году, когда выпустил Surface Pro X. В этом году компания представила новую модель Surface Pro X SQ2. Устройства отличают современный дизайн, поддержка LTE, тонкий корпус и многое другое. По сравнению с прошлогодней моделью изменения незначительные, но все-таки Windows 10 на ARM стал работать значительно лучше. А в этом месяце нас даже ждет бета-версия эмуляции 64-битных приложений. Что касается общих достижений в ARM и Windows 10, в новой модели стоит процессор SQ2, созданный на базе Snapdragon 8CX 5G второго поколения, и он имеет чуть выше тактовую частоту, чем прошлогодние процессоры. Но вот что обидно, ни Wi-Fi 6, ни 5G он, к сожалению, не поддерживает. Видимо, это из-за того, что пришлось бы переделывать всю антенную систему. Это, конечно, неприятно. Но поговорим о хорошем, о дизайне. Не прибавить, не убавить, изменять, дальше улучшать Surface Pro X просто некуда. Зато появилась новая платиновая расцветка для двух топовых моделей. Теперь на ней не остаются отпечатки пальцев, как на черном цвете, и еще он красиво блестит. Еще появилось три новых цвета для клавиатур Signature Type. Платина, ледяной синий и красный Mac. В них во всех есть встроенный слот для Slim Pen и зарядка. Это, конечно, мелочи, но все равно приятно, особенно для тех, кому хотелось разнообразия. Что касается ARM. Для Windows на ARM 64 также теперь оптимизированы приложения Edge Browser и Microsoft Teams. К тому же ARM включили в программу Apple Shure, в которой помогают разработчикам адаптировать приложения под Windows. Давайте посмотрим на технические характеристики Surface Pro X SQ2. Хотя в 2020 году вышло много разных ноутбуков, настоящих конкурентов у Pro X по-прежнему нет. Он очень красивый и невероятно тонкий, всего 7,3 мм. При этом еще и прочный. Для сравнения толщина Pro 7 – 8,5 мм. По весу устройство примерно одинаковый – 775 грамм. Звук на Pro X просто супер, динамики двойные и расположены спереди. Портов минимум. Только два USB Type-C. Они подойдут для зарядки, передачи данных или вывода на экран. Ни Thunderbolt 3, ни USB-A нет. Для них понадобится переходник. Ридера для карт памяти тоже нет, но это не так страшно. Расстраивает разве что отсутствие разъема для наушников. За беспроводную связь отвечают Bluetooth 5 и модем 4G LTE X24. Модем LTE не привязан к оператору связи или сим-карте, и пользователи могут сделать себе eSIM напрямую в Windows 10. Также можно легко переключаться между обычной симкой и eSIM. Это может пригодиться в поездках. Под подставкой в корпусе есть вот такая дверца, которую можно легко открыть инструментом для слота симки. Под ней спрятан SSD-накопитель M.2-2230 NVMe и слот для нано-сим-карты. Накопители M.2-2230 можно довольно дешево купить в интернете и легко заменить память. За это портал iFixit высоко оценил так называемую ремонтопригодность Pro X. Дисплей у Pro X немного больше, чем у Pro 7. 13 дюймов против 12,3. Но эта разница очень заметна. Разрешение 2880х1920 также выше, чем у Pro 7. 2736х1820. А вот плотность пикселей найдем такая же. 267. Дисплей яркий и резкий. Microsoft указывает, что яркость дисплей 450 нит, но результаты измерений показывают впечатляющие 487 нит при максимальной яркости. Для сравнения, у Surface Pro 7 яркость 410 нит. Точность цветопередачи нормальная. 99% sRGB, 74% Adobe RGB и 75% DCI-P3. Чуть выше, чем у Surface Pro 7. Как и в прошлогоднем варианте, у Pro X нет поддержки WCG и HDR Dolby Vision, а также антибликового покрытия. Зато можно переключаться между яркой и естественной передачей цветов. В целом дисплей Surface Pro X SQ2 просто отличный. Яркий, четкий, с прекрасной цветопередачей. Поговорим про стилус и рукописный ввод. С Pro X можно использовать Slim Pen, мы про него уже много рассказывали, это самый удобный стилус из линейки Surface. Его можно примагнитить к клавиатуре и таким же образом зарядить. Функционально Surface Slim Pen не отличается от обычного Surface Pen. На одном конце у него расположена кнопка Bluetooth, которая также работает как ластик. Рядом с наконечником есть две настраиваемые кнопки. Он поддерживает наклон и 4096 уровней давления и работает как с Pro X, так и с остальными планшетами в линейке. Пользоваться им удобно как для записей, так и для рисунков. Что с клавиатурой и камерами? Камера у Surface Pro X лучшая во всей линейке Surface и среди любых ноутбуков на Windows 10. Фронтальная 5-мегапиксельная камера обеспечивает отличную связь по Zoom или Microsoft Teams, в том числе за счет двух студийных микрофонов. Из интересных фишек камеры. Теперь появилась функция «Зрительный контакт». Специальный искусственный интеллект Qualcomm позволяет изменить положение ваших глаз, чтобы выглядело при звонке так, как будто вы смотрите прямо на человека, а не в камеру. Сзади находится 11-мегапиксельная камера Full HD, похожая на камеру у Surface Duo. Windows Hello, как обычно, работает очень быстро, и благодаря процессору Qualcomm ARM компьютер включается практически мгновенно. Отдельно, кстати, отмечу, что для видеозвонков и конференций, которые в этом году, к сожалению, стали необходимостью, Surface Pro X подходит просто отлично. У клавиатуры для Surface Pro X есть трехступенчатая подсветка, большой стеклянный трекпад, и кнопки на ней жмутся очень удобно. В закрытом положении она крепится к устройству на магниты. Тесты и аккумулятор. Возможности процессора Microsoft SQ2 и графического процессора Adreno 690 – это, несомненно, преимущество нового Surface Pro X. Процессор SQ1 все еще устанавливается в моделях за 1000 и за 1300 долларов, но для двух топовых конфигураций предусмотрен именно SQ2. Хорошая новость – с SQ1 вместо SQ2 вы потеряете не так много. Разница есть, но не критичная. Например, SQ2 работает на частоте 3,15 ГГц по сравнению с 3 ГГц у SQ1. При этом исходный Snapdragon 8CX работает на тактовой частоте 2,85 ГГц. В тесте 3DMark Night Raid, который изначально работает на ARM и сильно нагружает чип и видеокарту, Surface Pro X SQ2 набрал 7366 баллов, а Surface Pro X 2019 года – 7,85. Это разница в 4%, а при воспроизведении видео всего пара кадров в секунду. Графический процессор Adreno 690 в Surface Pro X также неплох. Как минимум, Surface Pro X набирает больше баллов, чем Samsung Galaxy Book 2. Тест PCMark 10 Applications для ARM делает циклическую проверку с использованием Excel, браузера Edge, PowerPoint и Word в течение 20 минут. Опять же, SQ2 немного превосходит SQ1, а именно на 12%. Что касается приложений, с прошлого года ситуация не сильно поменялась. Правда, теперь, как я уже говорила, для ARM64 оптимизировали Microsoft Edge и Microsoft Teams. Вот полный список приложений, которыми можно пользоваться на ARM64. Microsoft Office, Microsoft Edge, Hulu, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, Voodoo, Disney+, Twitter, Microsoft Teams, Slack, Mail, Flowmail, Polar Photo Editor Pro, Microsoft News, GroupMe, OneDrive, Skype, Microsoft ToDo, MyTube или YouTube, Mobile, Discord, PTB, Unigram, Telegram, ExpressVPN. С играми дела постоят хорошо. Например, можно играть в Borderlands 2 со скоростью примерно 50 кадров в секунду и разрешением 1600 на 900. В тестах Geekbench 5 и Geekbench 4 при оценках многоядерной производительности SQ2 получает примерно на 300 баллов больше, чем SQ1. Он также показывает более высокие результаты, если сравнивать 32-битную эмуляцию и собственную производительность ARM. Что касается оперативной памяти, Surface Pro X поставляется с 8 или 16 гигабайтами LPDDR4X. Работает быстро и эффективно. Производительность SSD не изменилась и дает нормальные результаты последовательного чтения 2000 МБ в секунду и скорости записи 800 МБ в секунду при оценке с использованием теста CrystalDiskMark. Что касается батареи, срок автономной работы примерно такой же, как и в том году. При рекомендуемой настройке и яркости 200 нит компьютер может проработать 8,5 часов, а при минимальной яркости даже 10 часов. На максимуме можно выжать до 7 часов. Это, конечно, не рекорд, но показатели очень достойные. В целом, процессор Microsoft SQ2 работает быстрее, чем в том году, но все же Microsoft не стал называть этот Surface Pro X2. Так для кого же он сделан? Surface Pro X это скорее специализированный инструмент, чем персональный компьютер. У него есть конкретная целевая аудитория. Руководитель подразделения Microsoft Surface PNS PANET утверждает, что Surface Pro X создан для технического специалиста или даже мобильного профессионала. Звучит как уловка маркетолога, но по сути это правда. Сегодня огромное количество людей нуждается в мобильности, но при этом работает с высокопроизводительными приложениями. Например, Microsoft Office, Outlook, OneDrive и так далее. Таким людям нужно что-то портативное с хорошей батареей, стилусом и поддержкой 4G LTE. В 2020 году, как вы знаете, многое изменилось, и теперь поддержка LTE уже не настолько людям важна, потому что многие работают из дома. Но такие вещи, как мгновенное включение, тонкий корпус, разные фишки для видеосвязи и стилус, это все равно полезно. И поэтому Surface Pro X подходит как для мобильной работы, так и для удаленной из дома. Если же вам нужен планшет для игр или редактирование видео или фотографий с помощью 64-битных приложений, например, фотошопа, тогда Surface Pro X уже не ваш вариант. Подведем итоги. От прошлой модели Surface Pro X SQ2 отличается не так уж сильно. Компания скорее сохранила актуальность устройства, чем полноценно его обновила. Если у вас уже есть Pro X, покупать новый, скорее всего, не имеет смысла, если только не хотите потратиться ради прекрасного платинового цвета. Если же вы переходите на ARM впервые, то сейчас это сделать гораздо разумнее, чем в прошлом году, потому что в 2021 уже будет доступна 64-битная эмуляция приложений. Из минусов нет поддержки Wi-Fi 6 и 5G. Производительность все еще на уровне, хотя все-таки есть уже некоторые процессоры от Intel, которые опережают SQ2 по показателям. Surface Pro X совершенно уникальное устройство, пусть и не для всех. Оно также идеально подойдет для тех, кто хочет что-нибудь похожее на iPad, но предпочитает Windows. На этом все. Напоминаю, что купить Surface Pro X SQ2 можно у нас в магазине по ссылке прямо под видео. Всем пока!